Здравствуйте! В государстве Ланя 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Субтитры создавал DimaTorzok Правительство Южной Осетии приняло новое постановление, предусматривающее продление порядка пересечения госкраницы до 31 июля. Ранее запрет на пересечение госкраницы через пункт пропуска рук действовал до 30 июня. На сегодняшнем заседании правительства также было принято решение о снятии некоторых ограничений внутри республики. В частности, с 1 июля заработают детские сады и откроются летние лагеря. Стелла Бязрова с подробностями. Граница Южной Осетии с Российской Федерацией остается закрытой до 31 июля включительно. Продление ограничительных мер в пункте пропуска связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Северной Осетии. То, что в России сегодня эпидемиологическая обстановка стала лучше, это более-менее, да, но с учетом того, что там еще достаточно большое количество тех, которых выявляют, вот, ну, в коронавирусную инфекцию, и с учетом того, чтобы не занести вот эту инфекцию на территорию Южной Осетии, было предложено продлить вот эти ограничительные мероприятия в пункте пропуска села Ру. Здесь речь идет не только о Северной Осетии, а еще на сегодняшний день есть ряд регионов России, которые даже отменили парады, по крайней мере, такая информация была. Поэтому к нам, в наше население, приезжать не только из Северной Осетии, а со всей России. Кочева добавила, что именно благодаря своевременным карантинным мероприятиям и необходимым мерам удалось избежать распространения COVID-19 на территории республики. Те мероприятия организационные, которые мы провели и с нашими школьниками, и завтра у нас будет парад, и еще много мероприятий, как раз-таки мы их проводим в условиях, скажем так, достаточной безопасности. А те случаи, которые были выявлены по настоящее время, они все выявлены в стенах медицинских учреждений, то есть в условиях карантина. Поэтому вот это предложение я бы хотела, чтобы поддержали, продлить еще на месяц, и там уже будем смотреть по ситуации. Премьер страны призвал граждан отнестись к продлению ограничительных мероприятий с пониманием, так как все меры принимаются исключительно в целях сохранения их здоровья. Согласно новому постановлению, с 1 июля в республике заработают детские сады. Премьер республики Эрик Пухаев отметил, что необходимо дать возможность родителям, имеющих маленьких детей, выйти на работу. Также с 1 июля на работу должны выйти люди старше 65 лет, которым ранее разрешили не работать в связи с карантином. Сады уже заработают. Работники выйдут на работу. Нет никаких вот этих, уже до 10 лет освобождаем и так далее. Заработает и летний лагерь дневного пребывания на базе школы-интернат. Министр образования Наталья Гассева предложила разработать план рекомендаций, как ввести воспитательную работу в связи с угрозой распространения коронавируса. Есть необходимость провести инструктаж сотрудникам детских садов и того же лагеря. Как себя ввести в тех условиях, которые сложились. Мы обращаемся к медработникам, касаемо Министерства здравоохранения и комитета, потому что на самом деле нам этот инструктаж нужен. Хотя бы руководителей этих учреждений собрать, они дальше передадут своим воспитателям. Большинство ограничительных мероприятий в республике сняты. Например, согласно новому постановлению, разрешили проводить свадьбы и иные торжества, культурные и спортивные мероприятия. На заседании правительства также приняли закон о выделении денежных средств из резервного фонда правительства республики на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работали в так называемой «красной зоне». Кроме этого, эти медицинские работники будут освобождены от ежемесячного подоходного налога. Из резервного фонда правительства денежные средства также будут выделены комитету госимущества на оплату расходов гостиницы «Алан». На заседании правительства было принято решение, согласно которому водители, осуществляющие доставку угроза в республику, в обязательном порядке должны вставать на учет в налоговый комитет. В Южной Сети за минувшие сутки провели 66 тестов на коронавирус. Один из них показал положительный результат у курсанта, вернувшегося из России. Всего заболевших за весь период 84, из них 50 человек выздоровели и выписаны из медучреждения. 34 человека проходят лечение в инфекционной больнице в Цинвале. Из них 33 курсанта и один человек из медперсонала. Под наблюдением в Южной Сети находится 149 человек. Что касается Северной Сети, за последние сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 28 и достигло 3854. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 484 жителя. К другим темам. Президент Южной Сети сегодня прибыл в Москву. По приглашению президента Российской Федерации Анатолий Бибилов примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщила пресс-секретарь президента Дина Гассиева, Анатолий Бибилов примет участие в военном параде на Красной площади, а также в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Кроме того, президент республики проведет в Москве ряд рабочих встреч. Визит Анатолия Бибилова в Российскую Федерацию продлится до 26 июня. В Символе прошла генеральная репетиция парада победы. В ней были задействованы пешие парадные расчеты и механизированная колонна. Военные отчитывают свои движения, чтобы парад, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, прошел на высшем уровне. Парад состоится уже завтра на Театральной площади столицы. По традиции начнется ровно в 11 часов утра и станет одним из самых масштабных за последние годы. Елена Газаева расскажет подробности. Генеральная репетиция парада победы прошла на главной площади столицы. В итоговой тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих. Торжественным маршем по Театральной площади столицы прошли знаменные группы с государственным флагом Республики Южная Осетия и Знаменем Победы. Чтобы во время главного парада не сделать ошибку, не замешкаться даже на доли секунды, военнослужащие больше месяца тренируются по несколько часов в день, шаг за шагом оттачивают мастерство. В строю будущие военные врачи, десантники, юристы, экономисты, переводчики. Впервые в параде примут участие курсанты высших учебных заведений Министерства обороны и МВД России. Принимал парад председатель правительства Эрик Пухаев. Командовал министр обороны Ибрагим Гассиев. Товарищ председатель правительства Республики Южная Осетия, войска с Химвальского гарнизона к параду вознаменования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Готовы министр обороны генерал-лейтенант Гассиев. В итоговой репетиции парада приняли участие расчеты пограничной службы КГБ, МВД, МЧС, Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Четвертая военная база представлена знаменной группой и пятью парадными расчетами. После прохождения пеших колонн по площади проехала механизированная колонна, состоящая из военной техники Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Во время репетиции несколько раз был отработан сценарий парада. Новшеством станет прохождение конницы по грануправлению Российской Федерации. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Согласно указу Анатолия Бибилова, в связи с празднованием Парада Победы 24 июня этого года объявлен нерабочим днем с сохранением заработниками заработной платы. К другим темам. В законодательном органе страны обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия. В последнее время участились случаи повреждения этих объектов. А совсем недавно правоохранительными органами была пересечена попытка незаконного изъятия археологических ценностей на объекте исторического культурного наследия. Было предложено создать государственную структуру для охраны культурного наследия. В парламенте обсудили вопросы исполнения законодательства в сфере охраны археологических ценностей и предотвращения незаконного поиска и изъятия археологических предметов на территории республики. По словам главы комитета Амирана Дьяконова, недавно была попытка незаконного изъятия археологических ценностей на объекте исторического культурного наследия. По мнению депутата, профильные министерства и ведомства должны сделать все возможное, чтобы ситуация не повторилась. Это нарушение законодательства. Объекты исторического наследия должны быть сохранены. 14 июня в селении Царитово мы столкнулись с вопиющим фактом незаконного изъятия, то есть проведения работ, связанных с изъятием археологических ценностей и связанных еще и с повреждением культурного слоя, и которое произошло на объекте культурно-исторического наследия нашей республики, который внесен в Единный государственный реестр объектов культурно-исторического наследия, памятников культуры и истории. Попытка незаконного изъятия археологических ценностей была сразу же пресечена сотрудниками Дзавской прокуратуры, после чего были проведены соответствующие следственные действия. Приехал человек с металлистателем и проводит какие-то работы с лопатой, с супругой, кто-то еще были, но именно их проектом указывали на него, то есть на Кавригу, Роман Васильевич. Я позвонил в джавскую прокуратуру, прокурору джавского района, вместе с начальниками УВД и со следственной оперативной группой направил их туда на место. Когда они приехали на место, они сделали схему, осмотр места происшествия составили и составили актуализацию этого Николая Скотина. После этого они были доставлены, отобраны от него объяснения и сделано ему прокурорское предостережение. Значит, вот этот факт сразу же получил, предпринял сразу резонансный характер. Прокурор указал на необходимость проведения разъяснительной работы с населением, чтобы они не становились пособниками в подобных незаконных действиях. За совершение подобного рода нарушений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По словам министра культуры Жанны Засеевой, аналогичные случаи в последнее время участились, в связи с чем необходимо создать государственную структуру, которая и будет заниматься охраной культурного и исторического наследия. Марьяна Чочиева, Регина Черткоева, Атсамаз Гоглоев. Информационный выпуск «Сегодня». Парламент Республики Абхазия принял заявление о поддержке и обращении МИД Южной Осетии к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида Осетин. В заявлении говорится, что Народное собрание Парламент Республики Абхазия, рассмотрев обращение Министерства иностранных дел Южной Осетии к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида Осетин, считает возможным постановку вопроса о признании факта геноцида в отношении не только осетинского, но и абхазского народа со стороны официальных властей Грузии на протяжении XX – начала XXI века и о принятии соответствующего постановления. Подобные преступления не имеют срока давности, и тот, кто их совершил, должен быть осужден и понести справедливое наказание. Народное собрание Парламент Республики Абхазия выражает уверенность, что суд истории даст объективную оценку всем трагическим событиям, происходившим на Осетинской земле. К другим темам. На театральной площади столицы накануне прошла акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотни людей, члены правительства, депутаты парламента, представители интеллигенции, общественность, военнослужащие и студенты зажгли свечи за упокой тех, кто остался на войне. Память погибших почтили минутой молчания, а в небо были запущены черные шары. Каждый должен знать свои корни. Мы не должны забывать солдат, участников Великой Отечественной войны. Герои Великой Отечественной войны вспоминали в Знаурском районе на праздничном мероприятии, посвященном юбилею Великой Победы. Песни военных лет, стихотворения, а также рассказы о тех страшных событиях. На концерте побывала и наш корреспондент Агунда Гобозова. В поселке Знаур прошел праздничный концерт, приуроченный к юбилею Победы. Народные и заслуженные артисты республики, молодые исполнители, учащиеся районной музыкальной школы, порадовали своим творчеством жителей поселка. В течение двух часов звучали песни военных лет «Хаста», «Ветераны», «Журавли» и другие. Жители и гости района с праздником Великой Победы поздравила заместитель главы Знаурского района Алла Пухаева. Она отметила, что мероприятия должны были провести 9 мая в День Великой Победы. Однако из-за пандемии коронавируса празднование перенесли. Я поздравляю вас с этим великим праздником, с праздником Победы. Мы сегодня не имеем права не вспомнить и не почтить память тех, которые ради нас, ради нашего счастья, принесли в жертву своей жизни. Низкий поклон всем вам, которые приложили хоть какое-то усилие в этом благородном деле. Ведущие концерты напомнили зрителям об истории самой страшной в истории человечества кровопролитной войны, где воевал каждый пятый житель Южной Осетии. 34 осетина стали героями Великой Отечественной войны, 8 из них – уроженцы Южной Осетии. Половина из них не вернулась домой. В их числе – уроженец села Тигва, Знаурского района, герой Советского Союза, младший лейтенант, командир взвода от Схавребов Иван Давидович. Звание Героя Советского Союза за подвиг, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, ему присвоили посмертно. Жители района школьники гордятся и помнят героя, который сложил голову во имя их светлого будущего. В Знаурском районе облачно с прояснениями, днем плюс 30, ночью плюс 16. В Знаурском районе также будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем плюс 29, ночью плюс 16. В городе Квайса переменная облачность, вечером пройдет небольшой дождь, днем плюс 23, ночью плюс 11. В Ленингорском районе облачно с прояснениями, вечером пройдет небольшой дождь, днем плюс 31, ночью плюс 17. В Симвале также облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, днем плюс 31, ночью плюс 16. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...